Казанский федеральный университет был создан на базе семи вузов Республики Татарстан в 2010 году. Одним из приоритетных направлений развития Казанский федеральный университет выбрал инфокоммуникационные и космические технологии. Участие Казанского федерального университета в программе повышения конкурентоспособности вузов ТОП-500 определило более сфокусированное развитие инфокоммуникационных и космических технологий. Была создана стратегическая академическая единица «Астровызов» — космология, мониторинг-навигация, приложения. «Астровызов» представляет собой консорциум, в который входят лаборатории шести основных структурных подразделений, два центра превосходства и инновационные трансляционные площадки — планетарий, астрономическая обсерватория, учебно-технологический центр Ростехком КФУ, учебно-технологический центр Ростех КФУ, учебная научная база, радиофизический полигон, северокавказская астрономическая станция, современный оптический телескоп с диаметром зеркала полтора метра, установленный в Турции. Объединение в два центра превосходства позволяет Казанскому федеральному университету решать задачи крупных интегральных проектов, отвечающих направлениям четвертого этапа промышленного развития. Так, в прорывном проекте распределенная реконфигурируемая интерфереометрическая система комплексных исследований космического излучения, наряду с решением фундаментальных задач исследования аксионной природы темной материи, создаются новые космические технологии. Для размещения сети сенсоров мониторинга ближнего и дальнего космоса на платформах космического и воздушного базирования разрабатываются системы высокоточной синхронизации, защищенной связи и навигации. Ученые университета ведут научные исследования с кооперацией с крупнейшими мировыми космическими орбитальными обсерваториями «Интеграл», «Свифт», «Планк», используя возможности собственных астрономических телескопов, установленных близ Казани и на Северном Кавказе, и в Турции. В 2018 году государственной корпорацией «Роскосмос» будет запущена на орбиту российско-германская рентгеновская орбитальная обсерватория «Спектр рентген-гамма». Казанский федеральный университет примет участие в составлении детальной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне волн в сотрудничестве с учеными из Института космических исследований Российской академии наук. Речь идет об обнаружении свыше трех миллионов сверхмассивных черных дыр и изучении сотен тысяч массивных скоплений галактик. С помощью полуметрового телескопа Казанского федерального университета, расположенного в Турции, будет осуществляться оптическое отождествление фиксируемых новых рентгеновских источников. На основе ранее созданных учебно-технологических лабораторий с ведущими зарубежными компаниями Родой Шварц, Кейсайд Технологиз и National Instruments Corporation, формируется учебно-технологический центр компании Ростех для подготовки и переподготовки кадров. В 2016 году университетскому планетарию на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета было присвоено имя летчика-космонавта Алексея Леонова. К 2020 году на территории обсерватории Казанского федерального университета откроется федеральный образовательный центр в области астрофизики и естественных наук. В нем, по аналогии с образовательным центром «Сириус», будут проводиться занятия с талантливыми школьниками по астрономии, физике, химии и другим дисциплинам. Кроме того, на площадках центра студенты университета и других вузов смогут проходить практику по астрономии и космической геодезии. Успешно развивается Центр превосходств в области образования по физике, созданный в рамках двух стратегических академических единиц «Астровызов» и «Учитель XXI века». Центр призван обеспечить Казанскому федеральному университету лидирующей позиции в сфере преподавания профильных дисциплин. Стратегическая академическая единица «Астровызов» планирует к 2020 году создать уникальный научно-технический комплекс мирового уровня, обеспечивающий системное образование в области астрофизики, космической геодезии, радиофизики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok